всем добрый вечер я думаю мы можем потихоньку начинать напишите пожалуйста в чате из какой вы образовательной программы и мне будет также важно уточнить на каком языке программирования вы изучали анализ данных будь это python или ар пожалуйста напишите какой также язык вы использовали а вижу политология да если а есть среди присутствующих в чате студенты с программ где дисциплина реализовывалась на английском языке то у нас сейчас параллельно также проходит консультация по подготовке к независимым экзаменам на английском я вижу что тут есть студенты с оп политология подскажите пожалуйста английский это именно дисциплина у вас реализовывалась на английском поскольку здесь да у нас на консультации должны присутствовать только русскоязычные образовательные программы если что-то информацию про англоязычные ага тут надо да уточнить если у вас независимый экзамен заявлен как на русском языке то тогда вы остаетесь с нами и мы будем разбирать в ходе нашей консультации именно на русском языке задания если у вас заявлен независимый экзамен на английском языке то лучше да подключиться сейчас к консультации на английском как узнать на каком языке у вас да будет проходить независимый экзамен на самом деле независимый экзамен на английском должен проходить у трех программ это экономика и политика в азии с двойного диплома кенхи московский кампус международный бизнес и менеджмент санкт-петербург и экономика санкт-петербург поэтому я подразумеваю что здесь все правильно подключились и будут изучать на русском сдавать независимый экзамен на русском да я вижу что есть ряд студентов которые изучали дисциплину на ар в ходе наших консультаций мы будем разбирать заданий только на питоне то что касается практических заданий из части b или c итак давайте начнем я забыл представиться меня зовут максим карпов я являюсь старшим преподавателем на департаменте больших данных и информационного поиска в культет компьютерных наук выше и методистом по анализу данных проекта дата калчур в ходе наших консультаций мы разберем тренировочные варианты 1 2 на странице курса подготовка к не по анализу данных базовый уровень ходе моего разбора вы всегда можете писать вопросы в чате либо вы можете задать вопрос голосом не будет удобно если вы нажмете на реакцию поднять руку тогда у меня появится уведомление что вы хотите задать вопрос я закончу свою фразу и вы сможете задать вопрос что стоит отметить у независимых экзаменов по анализу данных как и у двух предыдущих которые вы сдавали по цифровой грамотности по программированию есть также спецификация где вы можете подробно ознакомиться какие темы входят в базовый уровень какие программные среды разрешены на анализе данных базового уровня вы можете использовать любой софт даже можете использовать разные excel python артиспайс стата джамови и другие а здесь они разрешены единственное что на базовом уровне не разрешены google таблицы и google коллаб то есть все облачные среды которые позволяют поделиться ссылкой экзамен состоит из трех частей части а б и ц и здесь вы можете увидеть подробно сколько баллов за каждую часть можно получить в частности за часть а сумме 3 балла за часть b 3,4 балла до и 3,6 балла за часть c и также экзамен разбит на три больших содержательных блоком это статистика анализ данных и машинное обучение если вдруг на дисциплине которую вы прослушали перед независимым экзаменом не присутствует какая-либо из тем то можно зайти в учебник по анализу данных базовой ссылку на него я также скинул наш телеграм-канал и здесь все что освещается в независимом экзамене здесь также присутствует частности например проверка гипотез или какие-либо другие темы уже с такой более продвинутой статистикой и также можете увидеть здесь подробно какое каждое задание на какую тему заточено мы сегодня постараемся уложиться с первыми 15 заданиями часть а тестовые и разберем все эти темы хорошо давайте наверное уже приступим к разбору у нас на курсе онлайн курсе подготовки есть два варианта для тренировки тренировочный вариант 1 и тренировочный вариант 2 чуть позже еще появится еще два в две вариации задания из части а то есть с вами будет все четыре задания на каждый тип и давайте выберем начать новую попытку да если что запись идет и она будет выложена в канал скорее всего завтра уже итак первое задание оно направлено на типы графиков на визуализацию для начала давайте вспомним основные типы графиков которые в анализе данных у нас есть первый тип графика здесь это точечная диаграмма или диаграмма рассеяния ее еще называют или scatterplot она всегда строится от двух количественных переменных мы не можем построить точечную диаграмму для например категориальных перемен и мы хотим посмотреть насколько распределены наши данные относительно этих двух характеристик насколько сильна связь здесь можно еще сказать что корреляцию мы можем проинтерпретировать исходя из графика диаграмма рассеяния далее у нас есть столбчатая диаграмма в pandas библиотеки matplotlib в бетоне она называется barplot то есть столб бар столбик столбчатая диаграмма и правильнее его назвать именно диаграммой а не графиком поскольку график он нам показывает изменения со временем например как график кривой здесь он нас не показан самый базовый график линейный он как раз будет отображать изменения например в зависимости от времени столбчатая диаграмма строится только для категориальной переменной например количество полицейских участков или полицейских также есть график круговая диаграмма точнее визуализация которая называется круговая диаграмма или pie chart также используется для категориальной переменной но с круговой диаграммой нужно быть осторожным если у вас очень много различных категорий которые вы визуализируете при помощи нее то может искажаться значение пропорций на такой таком графе такой диаграмме и наконец последний из основных типов графиков это гистограмма гистограмма нам показывает распределение частот некоторой количественной характеристики например количество прибытий в минуту некоторым аэропорту или некоторого другого объекта и в отличие от столбчатой диаграммы столбики отображаются друг другу как будто склеены друг другу в то время как у столбчатой диаграммы есть небольшие промежутки пропуски между собой до и ртн и пожалуйста последнего графика я правильно но качественно или они могут быть одна категория другая количественная а вот гистограмма она только для количественного типа данных хороший вопрос и в принципе каждый тип визуализации он только для одного типа данных используется либо количественный либо категориальный кажется да нет ни одного графика который может использоваться там и там и есть еще и график ящик с усами мы наверное вы еще вспомним сегодня он показывает основные дескриптивные статистики в частности 1 3 квантиль медиану еще называют этот график box whisker plot в честь статистика который этот график создал этот график ящик с усами хорош для понимания насколько у нас распределены данные между минимум и максимум где у нас больше значений но также он показывает количество выбросов например если использовать полтора межквартильных расстояния здесь опечатка должно быть интер квартал рейндж айкьюар если мы от первого квантиля вычтем полтора айкьюара и к третьему квантилю прибавим полтора айкьюара и все значения которые будут вне этих границ мы будем называть аномальными значениями или выбросами и есть еще совсем специфичный график он может тоже встретиться на экзамене анализа данных базового уровня это скрипичный график это модификация ящика с усами но по сути показывает то же самое у нас есть так лучше на другой пример у нас есть некоторые характеристики например количество курящих да нет по четвергам пятницам субботам воскресенья все также в центре показана медиана здесь это белая точка внутри скрипки и также у нас визуализируется распределение в данном случае сразу двух категорий и сону и мы можем визуализировать не просто одну количественную характеристику а сразу количество курящих от двух категорий и мы например по пятницам курящих меньше синее распределение чем оранжевое поричневое и еще один такой тип визуализации скрипичный график давайте вернемся к заданию и посмотрим здесь метеорологу владиславу нужно собрать 500 наблюдений на температуру воздуха и наверное все задание зачитывать не буду давайте посмотрим какие здесь варианты ответа нам могут подойти точнее один когда вы видите что вариант имеет кружок интерфейте вид интерфейса то это означает что всегда будет выбрать один ответ ну или тут будет также подсказано что нужен один ответ нам нужно найти наиболее подходящий тип графика для решения этой задачи температура воздуха меняется в зависимости от количества осадков на одном графике кистограмма нам точно не подойдет и к тому же нам нужно еще учесть информацию о влажности воздуха нам бы хотелось посмотреть сразу на несколько характеристик гистограмма переменных количеств осадков температуру воздуха уже лучше но здесь у нас никак не учитывается влажность воздуха еще есть третья возможность у диаграммы рассеяния чтобы добавить нам характеристику на нашем графике как раз здесь этот вариант ответа будет верным мы построим диаграмму рассеяния количество осадков и температуры воздуха выберем точки разного цвета зависимости от влажности и таким образом этот тип графика будет наиболее подходящим для решения этой задачи это был второй тренировочный вариант в первом тренировочном варианте нам нужно определить какой средний чек ресторана зависит от среднего пассажира потока ближайшей станции метро гистограмма здесь нам вряд ли поможет потому что опять же одна количественная переменная нам нужно учесть их обе диаграмма рассеяния также будет не совсем уместно круговая диаграмма круговая диаграмма она нам покажет доля в данном примере но здесь же опять мы никак не сможем увидеть как именно у нас распределяются данные в зависимости от среднего чека и от ближайшей станции метро и здесь как раз столбчатая диаграмма нам поможет определить в зависимости от того какая у нас ближайшая станция метро например театральная или китай-город и для каждой категории ближайшей станции метро мы построим средний чек который здесь будет представлен и и таким образом мы разобрали первое задание теперь давайте посмотрим на второе здесь изображена гистограмма от значения у нас показано значение переменной и количество значений выборки нам нужно выбрать неверное утверждение мы видим что медиана переменной она равняется примерно 0,5 поэтому первое утверждение как раз нам и подходит медиана переменная равна 0 является неверным утверждением в то время как остальные утверждения переменная может являться непрерывной это так у нас есть непрерывные значения 1,5 минус 0,5 гистограмма содержит как минимум две моды можно сказать что это бимодальное распределение и также можно сказать что данное распределение данной переменной является смесью распределений во втором тренировочном варианте у нас также присутствует гистограмма некоторой переменной и теперь нужно выбрать все верные утверждения здесь мы видим что есть отрицательные значения поэтому первый вариант не подходит что только положительное значение а среднее значение переменной является положительным да подходит так как у нас среднее оно находится явно в положительном диапазоне значений медиана переменной больше 10 не похоже на правду медиана она где-то между 5 и 10 возможно наибольшее значение переменной является отрицательным числом неверно в районе 10 и ряд значений переменной не имеет ни одной моды а здесь также это неверно обратите внимание что мы могли выбрать один или несколько ответов и один вариант нам здесь только подошел отлично третий вопрос здесь нам уже понадобится вычисление для логистической регрессии давайте вспомним как выглядит логистическая регрессия в частности это модель машинного обучения которая предсказывает положительный исход события если у нас вероятность по умолчанию больше 0,5 иначе отрицательный исход например заемщик не вернет кредитов в банк в данном случае нам нужно рассчитать вероятность того что домашнее животное у которого рост 20 сантиметров и вес 3 килограмма и вес 3 килограмма является собакой которую выдаст модель Артема здесь нам как раз поможет любая из программ которая умеет выполнять различные вычисления в частности в питоне нам понадобится библиотека NumPy которая содержит в себе например экспоненту напомню что логистическая регрессия считается по формуле единица разделить на единицу плюс экспонента минус наше уравнение в данном случае y и здесь у нас следующее значение 0,01 плюс 0,3 умножить на вес 3 килограмма плюс 0,02 умножить на 20 сантиметров это наше скажем так уравнение линейной регрессии с конкретными значениями веса и роста теперь нам требуется подставить в наше уравнение и подсчитать логистическую регрессию экспонент то мы вызываем из библиотеки NumPy мы берем с отрицательным знаком уравнение регрессия суммируем с единицей используем получившееся значение в качестве знаменателя и в числителе у нас единица и нам еще пригодится округлить до двух знаков после запятой всегда обращайте внимание до какого знака как правило это до сотых нам нужно округлить и мы видим 0,79 это как раз один из вариантов ответа а здесь по аналогии во втором тренировочном варианте считается все точно так же это был у нас тренировочный вариант 1 задание 3 здесь второй тренировочный вариант 3 задание и например у нас следующее уравнение z равно 0,5 плюс 0,1 умножить на длину продольную моллюска 5 см мы составили уравнение линейное которое будет использоваться в степени экспоненты со знаком минус теперь нам требуется подставить нужную переменную теперь у нас не y, а z и выбрать вариант ответа 0,73 если да, вот увидел вопрос в чате смотрите в коллабе на независимом экзамене по анализу данных не разрешается использовать то есть google коллаб как и на независимом экзамене про программирование его нельзя использовать поэтому лучше использовать jupiter jupiter ноутбук здесь вы сможете это посчитать да, давайте пока посмотрим есть также в подготовке к независимому экзамену шпаргалка да, которая можно будет пользоваться на независимом экзамене на примере как по программированию так она у меня почему-то не хочет открываться в браузере давайте тут посмотрим в частности да, есть формулы которые освещают все основные моменты статистики корреляцию пирсона функционалы ошибки для машинного обучения формулы для рук кривой так кажется должна была быть логистическая регрессия здесь ее не вижу хорошо, давайте я тогда потом посмотрю и думаю что можно будет добавить эту формулу в этот в эту шпаргалку но в принципе да вам возможно объясняли на курсе анализа данных используя другую формулу в частности так давайте может тут когда экспоненты есть в числителе да не вижу под рукой эту формулу другую но в принципе вот она то есть единица разделить на единицу плюс экспонента в степени минус нашей регрессии или как здесь w умножить на x здесь использовать ее проще поскольку вам не нужно дважды считать экспоненту нашей сигмоиды мы считаем один раз и по такой формуле мы можем быстро оценить вероятность для конкретного примера в случае длины или роста животного является оно собакой или длины продольной моллюска является он или моллюском или нет используя эту формулу так а вот да в учебнике да вот если посмотреть в учебнике по анализу данных то там в теме логистическая регрессия давайте посмотрим глава 26 так мне надо зайти по-другому да логарифм шансов и да вот она формула единица разделить на экспоненту минус степени у плюс 1 вот она как раз выводится вот из этой менее удобной формулы экспонента в степени у делить на единицу плюс экспонента в степени у и все это выводится через логарифм шанса что случится событие в числителе в знаменателе не случится один минус п и как раз да здесь вот в учебнике в главе 26 это можно подробнее почитать также есть видео в котором преподаватели рассказывают про также этот концепт хорошо тогда проходим к четвертому заданию и здесь нам нужно проинтерпретировать график нормального распределения здесь будут показаны так называемые сигма диапазоны здесь важно что 34,1 процента показывает половинку этого интервала не сразу средняя минус сигма и средняя плюс сигма а именно одну полоску половину этого интервала по этому сумме это будет 68,2 процента роста взрослого мужчины который попадает в этот интервал медиана роста равна 155 сантиметров верно мы видим что посередине 155 мода роста взрослого мужчины да еще надо было проверить что нужно было найти вот это тоже очень важное задание на внимательность пожалуйста читайте перед выбором ответов что нужно найти верное или неверное утверждение сейчас нужно найти верное больше 165 не подходит поскольку мода 155 равна медиане среднему менее 3 процента взрослых мужчин имеет рост ниже 135 сантиметров это похоже на правду если мы сложим желтый и фиолетовую области это получится 2,2 процента и менее 3 процента взрослых мужчин имеет данный рост 34,1 процента взрослых мужчин это не правда мы видим что 150 делит нашу выборку пополам 50 процентов меньше 50 процентов больше точно так же нам нужно найти верное утверждение примерно 68,2 процента взрослых собак породы чау-чау имеют рост от 49 до 53 это правда мы видим что здесь не указаны эти значения но мы видим что здесь они проходят через 49 и 53 если мы добавим эти значения как раз это и есть 68,2 менее 14 процентов взрослых собак имеет рост меньше 49 процентов это неправда 34 если мы из половинки распределения 50 процентов вычтем 34,1 то это будет 15,9 49 сантиметров у нас здесь находится если мы сложим голубую оранжевую филет в область уже будет больше 14 процентов мода роста равна 51 это правда 51 у нас равна медиане среднему моде и не существует взрослой собаки рост который равен ровно 51 сантиметр вот этот вариант ответа он всегда вызывает некоторые сомнения в данном случае с точки зрения статистики мы не можем гарантировать что в нашей выборке есть собака у которой точный рост 51 сантиметр может так произойти что мы построили нашу гистограмму наше распределение данных и там у нас были приблизительные значения у собак рост 50,8 сантиметров 51,1 но ни разу не встретилась собака с ростом 51 сантиметр ровно но тем не менее когда мы подсчитали все дескриптивные статистики медиана средняя мода оказались равными 51 сантиметру и такой же вопрос да мы уже его разобрали давайте на всякий случай будем себя валидировать что мы все верно отметили так 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 и проверять ответы так кажется да у меня ответ сейчас да или что-то не с интернетом вчера начались сбои в домене .ру надеюсь что я сейчас не выбило напишите пожалуйста в чате вы меня слышите видите потому что у меня кажется не грузится а нет а другие сайты работают ага спасибо тогда это smart lms тормозит хорошо пока он грузится давайте посмотрим на пятый вопрос пятый вопрос он про репрезентативность выборки нам нужно найти наиболее репрезентативную выборку среди предложенных выборка цветках ириса которые собраны на отдельном поле засушливых регионах или только в четырех теплицах города кемерово будут менее репрезентативны чем цветки ириса которые будут собраны в случайных точках земного шара это исходит из определения репрезентативности чем больше гетерогенные наши данные то есть насколько они разнородные из разных местоположений были собраны из разных категорий тем лучше то есть например чтобы мы если делали опрос по гражданам Москвы мы бы взяли пропорционально всех возрастных категорий граждан обоих полов оботов разных социальных положений и так далее да у нас будет выборка наиболее репрезентативный и в пятом вопросе нам так же нужно найти наиболее репрезентативный выборку прошу прощения менее репрезентативно здесь наоборот нужно менее оперативная И здесь наименее репрезентативная как раз та, где очень узкое выбрано условие, собранное только в зимний сезон. Случайные числа каждого месяца уже более репрезентативны, не только зимний сезон. Собранные в случайных точках земного шара или собранные в местах обитания значительного разнообразия видов этих животных, они будут также более разнообразны. Так, давайте попробуем открыть, может быть, в этом браузере. Ага, тут открывается. Так, давайте тогда выберем этот вариант ответа. Менее репрезентативные. Посмотрим на то, как у нас зачлись ли все ответы. Да, все пять первых ответов верные. И точно так же с первым вариантом. Ага, вот в первом вопросе я ошибся. А значит, да, тут мы использовали средний чек ресторана. И да, тут не нужно было брать категорию станции метро как отдельные. Здесь брался средний пассажиропоток. То есть как раз это задание вас и может подловить, что вы не заметите вот эту количественную характеристику среднего пассажиропотока. Когда у нас две характеристики количественные и нам нужно изобразить эти данные в зависимости друг от друга, то здесь точечная диаграмма или диаграмма рассеяния будет наиболее подходить для отображения этих значений. Итак, давайте продолжим. Следующие пять заданий. Так, а тут... Будет менее удобно. Сейчас я быстро настрою нужные мне вкладки. Так, да, тут тоже все заработало. Так, давайте я вернусь к моей обычной роли. Шестое задание, оно про корреляцию. Нам нужно вспомнить, что корреляция не показывает причинно-следственную связь. Она просто говорит, что есть зависимость между переменными, либо более положительная, либо более отрицательная. Мы можем говорить о силе связи, может быть более сильная или, наоборот, слабая корреляционная связь между двумя переменными. Также мы можем говорить, является ли связь линейная или нелинейная. Здесь у нас коэффициент корреляции равен 0,42. Нужно выбрать все верные утверждения. Если у нас будет увеличиваться индекс промышленного производства, то при прочих равных будет увеличиваться и ВВП, поскольку у нас положительный коэффициент корреляции. Коэффициент выборочной корреляции между ИПП и ВВП также равен 0,42. Это правда. Когда строится матрица корреляции, здесь у нас будет много количественных признаков, то значения корреляции выше главной диагонали будут зеркально отображаться с корреляцией ниже главной диагонали. Поэтому неважно, в какой последовательности, от какой переменной к какой вы считаете корреляцию, она симметрична. От утверждения, что корреляция между двумя этими переменами, точнее, они сами только линейно взаимосвязаны, мы не можем так сильно утверждать, гарантировать, а вдруг там присутствует некий другой коэффициент корреляции нелинейной взаимосвязи. Поэтому этот вариант не подходит, и ВВП и ИПП являются независимыми величинами. Это также неверно. Здесь они у нас, одна переменная зависит от другой. То есть, например, мы хотим предсказывать ВВП, задача регрессии машинного обучения по ИПП, по индексу промышленного производства. В этом смысле, в этой терминологии, у нас ВВП является зависимый величиной таргет, а ИПП независимым признаком. Поэтому здесь это тоже утверждение неверно. Во втором тренировочном варианте у нас есть количество клиентов за месяц и месячные расходы на рекламу. Очень довольно большой коэффициент корреляции. И здесь нам также нужно найти верное утверждение. Видим, что существует сильное нелинейное. Сразу не подходит, потому что коэффициент корреляции Пирсона показывает как раз-таки линейную взаимосвязь. Увеличение количества новых клиентов в компании является причиной. Опять неверно. У нас нет причинно-следственной связи. Коррелэйшн does not imply causation. Известное также утверждение. И дальше между переменными КМ и РМ существует сильная линейная взаимосвязь. Это как раз верно. У нас больше 9 десятых коллекционная взаимосвязь. В принципе, можно сказать, что она уже довольно сильная. В разных источниках вы встретите самые разные классификации, с какого значения коэффициент корреляции считает сильная взаимосвязь, где умеренная, где умеренно сильная, умеренно слабая, слабая. Но когда уже такие ближе к единице по модулю значения, то это уже очевидно сильная взаимосвязь. И опять же, повышение месячных расходов является причиной увеличения количества клиентов в компании за месяц. Это неверно. Мы не можем говорить о причине-следственной связи. Поэтому здесь только один вариант подошел. Седьмой вопрос. Он про метод k ближайших соседей. Давайте вспомним картинку k ближайших соседей. Алгоритм, который возвращает значение объекта, возвращает наиболее популярный класс среди k ближайших соседей. Здесь, например, у нас k равно 7. Строится евклидовое расстояние по умолчанию до 7 ближайших точек. И здесь они у нас из разных классов a, b и c. Но мы видим, что больше всего точек наблюдений из класса b. Поэтому у конкретной точки при k ближайших соседей равной 7 будет возвращаться наиболее популярный класс, класс b. Зеленые квадратики. И точно так же здесь нам нужно посмотреть на красную звезду и определить при k равном единице и расстоянии евклида. В принципе, всегда будет расстояние евклида указано. Нам нужно определить, что в данном случае это квадратики, то есть класс 3 при k равном единице. И при k равном 2, здесь очевидно, у нас только два объекта одного класса. Класса кружки. Это класс 1. Таким образом, мы выполнили задание на k ближайших соседей. Восьмой вопрос. Он направлен на интерпретацию визуализации. Нужно посмотреть на график или диаграмму и определить, что может быть по оси x. Какое значение переменной. Здесь мы видим 6 столбиков. Монетка одиночное подбрасывание нам не подойдет, поскольку у монетки две грани, орел и решка. Количество воды, которую выпивает человек в сутки в литрах, вряд ли доходит с 6 литров или 5. Такое большое количество наблюдений. Количество зданий тоже, наверное, все-таки будет побольше. А вот результат одиночного подбрасывания игрального кубика было подброшено некоторое количество раз. И здесь стоит оговориться, что у нас кубик неравномерный получился. В идеале нам хотелось бы, чтобы кубик для каждого количества очков возвращал одинаковую вероятность. Но у нас оказалось, что четверка и шестерка, и единицы, они меньше возвращались. Но тут еще можно посмотреть, что и количество подбрасываний было не очень много. Это где-то около сотни, даже меньше. В общем, а здесь у нас визуализируется игральный кубик. Далее здесь у нас гистограмма распределения. Количество птиц, покидающих Москву, вряд ли такое маленькое. Количество человек тоже 2 или 2,5, которые участвуют в марафоне, тоже недостаточно, скорее всего. Скорее всего, это количество литров воды. В среднем человек должен пить 2 литра, 2,5 литра, в зависимости от возраста, массы и пола. И это больше всего подходит на то, что изображено на гистограмме. В девятом вопросе нужно определить на графике, где располагаются средние, медианы и мода. И всегда будет показано скошенное распределение. Распределение, да, у которого либо правый хвост положительный будет иметь большее значение, и там, скорее всего, аномалии, либо хвост слева и отрицательно скошенное распределение. Всегда мы начинаем с наибольшего значения, это мода, точнее, ее проще всего отыскать. А дальше мы анализируем и понимаем, что к хвосту всегда аномалиям тянется среднее. Среднее, оно более чувствительно к выбросам, поэтому красное это будет среднее, а посередине между средним и модой будет медиана. Поэтому здесь варианты ответа следующие. Зеленая мода, синяя, медиана, красная, средняя. Здесь у нас уже распределение имеет немного другое вид. Но опять же мы можем увидеть, что под зеленой находится мода. Красная будет посередине между модой и средним. Соответственно, красная это у нас медиана, и синяя это средняя. Несмотря на то, что у нас тут есть небольшое увеличение значения после четверки, у нас хвост все равно будет тяготеть вправо, и, соответственно, аномальные значения будут находиться, скорее всего, именно в этой части. В десятом задании требуется воспользоваться функциями из библиотек для того, чтобы провести тит-тест. Вижу вопрос в чате. Не всегда. То есть если, например, у нас было бы распределение скошенное влево... Давайте посмотрим. Средняя медиана мода на скошенном распределении. Например, как здесь на левом графике, отрицательное скошенное влево распределение. У нас был бы порядок средняя медиана мода. Поэтому нужно всегда смотреть на график распределения. Если там, где у вас хвост длиннее, там ближе всегда средняя. В положительно скошенном средняя будет справа, в отрицательно скошенном средняя будет слева. Мода всегда наибольшее значение. Еще можно запомнить как то, что, как вы моду определили, сразу за ней будет идти медиана слева или справа. То есть можно отыскать моду, и сразу после моды будет всегда идти медиана, потому что она в скошенном распределении у нас находится посередине. Десятый вопрос. И здесь нам уже понадобится вычисление в библиотеке SciPyStats. В частности, мы импортируем из библиотеки SciPy модуль Stats, который отвечает за статистику. Так, давайте сначала 1.10 разберем. Здесь у нас есть выборка из 70 наблюдений. Также приводится оценка коэффициента, его оценка стандартного отклонения. И нам нужно проверить нулевую гипотезу, основную гипотезу, что вес W в модели линейной регрессии равен нулю. И нам нужно выбрать все верные утверждения. Здесь нам нужно просимулировать, воссоздать выборку, сгенерировать выборку из 17 наблюдений с соответствующими оценками коэффициентов. Для этого давайте создадим переменную, в которой у нас будет сохранен размер выборки, например, SampleSize. Назовем эту переменную, точнее, то, что в ней лежит, а переменная n. Оценка коэффициента будет равна 13,2. И я напишу сейчас обозначения, которые чуть позже будут понятны, когда мы воспользуемся функцией t-test, одновыборочного t-теста из библиотеки stats. В данном случае под logLocation мы будем понимать оценку коэффициента W как наше среднее. То есть мы оценили, и у нас оказалось, что в среднем у нас оценка 13,2 у коэффициента W. Стандартное отклонение у нас равно 4, и в SciPyStats функции t-теста одновыборочного этот параметр будет называться scale. Теперь мы подготовили все данные. Мы видим, что у нас нулевая гипотеза W равно 0. Мы ее вспомним, когда будем одновыборочный тест вызывать функцию. Нам нужно для начала сгенерировать выборку. Следующий шаг — это из случайного распределения, например, из библиотеки NumPy, воспользоваться в модуле random функции normal, которая сгенерирует случайное нормальное распределение с соответствующими параметрами, а именно log равно W. Это наша будет средняя оценка коэффициента. Далее scale — это стандартное отклонение. Scale еще называют сдвигом масштаб. И далее size — количество наблюдений, размер нашей выборки. Когда мы сгенерировали такую выборку, то у нас будет возвращаться массив NumPyArray с 17 числами. И оценка коэффициента в регрессе будет 13,2. Далее нам нужно вызвать функцию t-test 1-semp, которая используется для одного выборочного t-теста. В частности, все эти функции, которые пригодятся данной экзамене из библиотеки SciPyStats, они также представлены на шпаргалке, в частности, t-test 1-semp. И этой функции нужно передать нашу выборку sample. И возвращаемся к условию задания. У нас нулевая гипотеза, что из генеральной совокупности у нас, откуда мы создавали выборочную оценку нашего коэффициента w, popmin средняя генеральная совокупность должно быть равно нулю. И таким образом у нас получатся следующие статистики. t-статистика 18,6, p-value меньше, чем 5, в общем, очень маленькое число, и количество свобод равно 16. Вот в конце у нас указано e-12, это научная запись, которая говорит, что у нас в 10-12 степени домножается вот это число. То есть это меньше, чем, в общем, умноженное на 10-12, очень маленькое число. Поэтому здесь, когда у нас p-value меньше уровня значимости, у нас будет отвергаться гипотеза. В этом случае, когда у нас p-value меньше уровня значимости альфа, а во всех случаях утверждения будут неверными. У нас гипотеза не отвергается на уровне значимости 5%, но отвергается на уровне значимости 10%. Это неверно. У нас p-value по-прежнему меньше 5% не отвергается неверно. Меньше 10% также неверно не отвергается. И таким образом мы решили 10-й вопрос первого варианта. В 10-м вопросе второго варианта здесь также нам нужно сгенерировать выборку. n равно 100. А, тут даже проще, сильно проще. Нам уже говорят, чему равно p-value. Оно равно 0,001. Когда вы видите значение 0.000, может так быть, что там дальше есть еще значение. И эта вероятность p-value будет сильно меньше, чем 1,001. И нам нужно вновь найти верное утверждение. Если у нас p-value меньше уровня значимости альфа, и это как раз-таки первый вариант ответа в моей выдаче, то у нас основная гипотеза отвергается на данном уровне значимости. другие варианты ответа не подходят на 99%, на 10% у нас гипотеза по-прежнему будет отвергаться. Так, давайте проверим. Так, да, правильность ответов. Да, что по 10-е. Все мы верно отметили. И точно так же здесь посмотрим. Отлично. И завершающая на сегодняшней консультации третья часть по вопросам 11-15. В 11-м вопросе нам нужно вспомнить ошибки первого и второго рода. Давайте посмотрим. А, хорошо, да. Или матрицу ошибок. То есть в зависимости от того, как вам рассказывали на курсе статистики либо курсе анализа данных, у нас есть ошибка первого и второго рода либо первого и второго типа. Обычно, если у нас была верна гипотеза, H0, и в результате у нас H0 была принята, то у нас H0 будет верно принято. То же самое будет все хорошо, когда мы выдвинули альтернативную гипотезу и она была верна. Здесь все хорошо. Проблема начинается, когда мы неверно отвергли ошибку первого рода, H0, и сказали, что альтернативная верна. И более дорогая ошибка, когда ее еще называют false negative, машинного обучения, ошибка второго рода, а ошибка первого рода false positive, если мы все-таки приняли нулевую гипотезу, но она оказалась неверной. Давайте разберем на конкретных ситуациях. Мобильный робот врезался в стоящее перед ним ограждение, и здесь всегда удобнее начать с нулевой гипотезы. Требуется поворот. Здесь ключевое слово перед ним. Робот никак не среагировал, то есть не совершил поворот. У него нулевая гипотеза была, что требуется поворот, но он ее отверг. И, соответственно, он поехал прямо в ограждение и врезался. Ошибка, в которой мы отвергли нулевую гипотезу и принимаем альтернативную, это ошибка первого рода. Значит, здесь у нас ситуация 1, первый род. Первый тип. Ситуация 2. Нулевая гипотеза. Цветки имеют ровно 4 лепестка. В ходе данного исследования ученые представили отчет, в котором, собственно, все эти цветки действительно имеют ровно 4 лепестка. Получается, они не отвергли нулевую гипотезу, но затем выяснилось при ручной проверке, что в выборке могут присутствовать цветки как с 4, так и 5 лепестками. В итоге выходит, что исследователи неверно приняли нулевую гипотезу, что у цветков флос с нулом 4 лепестка, в реальности могли быть и 5, это как раз ошибка второго рода или второго типа. И такие же ситуации, похоже, в тренировочном варианте 2. мобильный робот совершил поворот на прямом участке дороги и упал в кювет. То есть тут наоборот, если в предыдущем варианте требовался поворот, но робот поехал прямо, а тут нулевая гипотеза, впереди прямая дорога. И ее робот вновь отверг, совершил поворот. Это будет ошибка первого рода. А в случае ситуации 2, когда нулевая гипотеза звучит, как случился пожар, начался пожар, мы приняли эту гипотезу, пожарные приехали, однако пожара, его следов не было обнаружено. Это означает, что нулевая гипотеза оказалась неверной, и это ошибка второго рода. Мы утверждаем, что пожар начался, были приняты меры, сработала пожарная сигнализация, приехали пожарные, но возгорания не обнаружено. Двенадцатый вопрос, он направлен на знание основных типов классов задач машинного обучения, а именно регрессия, классификация, кластеризация, ранжирование и понижение размерности. Давайте это все пометим, что могут спросить в двенадцатом вопросе. Вы должны хорошо представлять, что такое задача регрессии, классификации, как раз с ними на независимом экзамене предстоит работать, либо решать задачу регрессии, либо задачу классификации, бинарной только. Но также общее представление, общая эрудиция должна быть у вас, что такое кластеризация, понижение размерности, ранжирование. Да, и кажется, все. Могут еще спросить, что такое детектирование аномалий. Про все эти классы задач нужно представлять, в каких ситуациях они могут возникнуть. Ну, например, здесь аналитику Евгению на выборке из тысячи писем нужно определить, является ли письмо спамом или не является. То есть, да или нет. Правда или ложь. Когда у нас целевая переменная target принимает только конечное количество ответов, 1, 0, закодированные в данном случае, или 1, минус 1, то это задача классификации. Кластеризация — это когда у нас есть группы некоторых объектов, и мы не знаем, какие у них целевые значения. У нас просто есть некоторое облако точек, и мы видим, есть скопления наиболее друг к другу, близко располагающихся точек, и мы можем их объединить в так называемые кластеры. В данном случае у нас тут 3 кластера, наиболее тесно связанных между собой наблюдений. Задача понижения размерности — это такая задача, когда у нас очень много признаков, например, миллион признаков, ну или тысяча признаков, и мы хотим снизить размерность в нашей выборке. Допустим, у нас было очень большое количество показателей, и мы снизили размерность до двух наиболее информативных признаков. Задача детектирования аномалий похожа чем-то на кластеризацию, но, в частности, во временных рядах, когда есть некий сигнал, который сильно выбивается из-за общего сигнала, но при этом это не является, точнее, это является редкими значениями, выбросами, но именно такие сигналы для нас представляют наибольший интерес. Это редкие события, которые также влияют на работу некоторого процесса. И, наконец, задача ранжирования, она классически была использована в задаче выдачи релевантных страниц в интернете, например, в Google, в Яндексе, когда вы вбиваете ключевой запрос, первая ссылка, она всегда будет наиболее релевантной к запросу, затем менее релевантная и так далее. Это есть задача ранжирования. И вот во втором тренировочном варианте нам нужно предсказать вид животных. Здесь вновь оказался вид конечным. Может, это один из классов типа кишечно-полосные у данных животных. Поэтому это вновь задача классификации. Да, и есть еще задача построения рекомендаций или рекомендательные системы. Это все то, что связано с рекомендациями в онлайн-сервисах, онлайн-магазинах. Когда вы заходите на онлайн-кинотеатр и вам предлагаются фильмы, которые вам больше всего понравятся, исходя из вашей истории запросов, которые вы посылали на данный сайт, вам будут рекомендоваться те или иные сервисы, продукты или услуги. В тринадцатом вопросе нам требуется вновь логистическую регрессию, точнее, не логистическую, а подсчитать логарифм натуральной температуры. здесь в этом задании нам нужно аккуратно проверить значения, которые здесь могут выпасть. в частности, при увеличении температуры воздуха на один градус скорость ветра уменьшается, это сразу можно отмести, потому что у нас температура и скорость ветра спит, это независимые друг от друга переменные, если изменяется одна из этих двух величин с другой ничего не произойдет. При увеличении скорости ветра на один метр в секунду количество осадков увеличивается, это опять же неверно, мы видим, что стоит знак минус при коэффициенте 0,12, что означает, что при увеличении скорости ветра количество осадков должно уменьшаться. Остаются два последних варианта ответа. При увеличении температуры воздуха на один градус количество осадков увеличивается и при увеличении температуры воздуха на один процент. Давайте начнем с первого из этих последних двух вариантов. Для начала давайте создадим переменные и здесь полезно взять произвольные числа, например, температура равна 20, скорость ветра равна 10, и нам нужно подставить значение 0,1 домножаем на логарифм натуральный от температуры вычесть 0,12 умноженное на скорость и у нас получается 3,09 примерно. Если же мы увеличим на 1 градус, то бишь температура будет равна 21, то количество остатков увеличивается на 0,001. 0,001. Здесь я уже считать не буду, но видно, что давайте возьмем разницу между получившимся значением предыдущим. Мы видим, что разница не 0,001, она примерно 0,005, если мы увеличиваем температуру на 1 градус. И последний вариант ответа, если у нас температура увеличилась на 1%, мы можем домножить на 1,01, и теперь взять результат и вычесть из него предыдущие. Здесь как раз если мы округлим до 3 цифр после запятой, у нас получится правильный вариант ответа. При увеличении температуры воздуха на 1%, количество осадков увеличивается на 1,001 миллиметра. Точно так же решается задание под алгоритмом 13 вопрос из второго варианта. При любых значениях признаков количество осадков больше 10. Это неверно. Если температура и скорость будут равны нулю, то у нас будет уже ровно 10. Если было написано больше либо равно 10, то тогда или не меньше 10, то тогда этот вариант бы подошел. При увеличении скорости ветра количество осадков уменьшается. При увеличении скорости уменьшается. Тут у нас плюс, поэтому не подходит. При увеличении температуры воздуха на 2 градуса количество осадков увеличивается на 4 миллиметра. А вот это уже подходит. 2 умножить на 2 мы получаем 4. Знак плюс увеличилось на 4 миллиметра. И если бы мы еще разобрали последний вариант ответа, то если у нас признак в нашей модели стал бы кубическим, то коэффициент при данном признаке он, конечно, поменялся бы. Для разных степеней признаков будут использоваться самые разные оценки коэффициентов, которые модель выберет наиболее оптимальные. 14 задание на интерпретацию и на вспомнить, что такое MSE, MAE, R2, наши функционалы ошибки в задаче регрессии. MSE и MAE не могут совпадать, это неверно. Вдруг случится такая ситуация, что они совпадут. Мы не можем утверждать, что для некоторой модели MSE всегда будет меньше MAE. Это неправда, а вдруг она будет больше. R2 является адекватным показателем, и поэтому верное утверждение здесь самое первое. Максимизация R2, чем он ближе к единице, тем наша ошибка, будь то средне квадратичная, либо средне абсолютная, она будет минимизироваться. здесь нам также нужно выбрать верное утверждение. Когда мы используем лишь MSE, это неправда, мы можем использовать и другие функции ошибки. Максимизация R2 связана с минимизацией MSE напрямую. R2 в такой модели всегда больше 0,8 тоже не можем так однозначно утверждать. А для сравнения моделей, которые мы обучали при помощи минимизации MSE, мы можем использовать, когда мы обучили модель машинного обучения на минимизации одной функционала ошибки, нам ничто не мешает на тесте посчитать качество и сравниться на самых разных функционалах ошибки. И, наконец, пятнадцатый вопрос. Он связан с ROG кривой. График, который показывает, насколько у нас меняется значение какова процент угадывания нашего алгоритма, например, логистической регрессии при самых разных порогах. Обычно случайный классификатор имеет вероятность угадывания 0,5, то есть равное 50% угадает или не угадает. Соответственно, всегда, когда у нас ROG кривая выше случайного классификатора, то у нас уже точно не 0,5. Идеальный классификатор, он проходит через 0,1 и всегда будет равен 1 по true positive rate, поэтому здесь это точно не идеальный классификатор. Да, вот если FPR равен 0,6, то TPR также равна 0,6. Мы видим, что это не так, оно равно 0,8. Не совпало с кривой идеального классификатора. Явно AUK ROG площадь под этой кривой логистической регрессии не равна 0,95. Иначе бы эта синяя кривая была бы сильно выше, ближе к единичному квадрату. И в среднем эта логистическая регрессия предсказывает лучше, чем случайный классификатор. Так, и мы закончили с тестовой частью первого варианта. В варианте вопроса 15 здесь у нас следующая ситуация. У нас так получилось, что классификатор нам предсказывает хуже случайного. С точки зрения статистики такое возможно. С точки зрения машинного обучения это означает, что мы перепутали метки классов для предсказания, когда мы считали ошибку. Нам ничто не мешает заменить положительный класс на негативный, метку негативного на положительный, и у нас классификатор зеркально отобразится от случайного классификатора, и тогда у нас будет лучше. Но давайте здесь интерпретировать как раз таки с точки зрения машинного обучения. Здесь важно вот это уточнение, если у вас встретиться в задании. Здесь мы будем использовать именно машинообучательский подход. Здесь в среднем логистическая регрессия предсказывает хуже, это неверно, в среднем логистическая регрессия предсказывает лучше. Если бы нас спросили с точки зрения статистического подхода, то действительно, что мы наблюдаем, то и является правдой. Но здесь, как я уже сказал, мы будем зеркально отображать логистическую регрессию. То есть мы как специалисты по машинному обучению, по наукам от данных понимаем, что здесь не ошибка на графике, а именно были неверно метки при обучении расставлены. Но в любом случае эта рок-кривая не будет совпадать с кривой наилучшего и наихудшего классификатора. Наихудший будет всегда проходить через ноль по true positive rate, и у нас всегда при увеличении false positive rate у нас будет оставаться нулевой true positive rate. да, и таким образом мы разобрали тестовую часть независимого экзамена по анализу данных базового уровня и уложились по времени. Есть ли у вас вопросы, комментарии? После сегодняшней консультации я скину запись в наш канал, она появится скорее всего завтра, следующая консультация, тут будет еще отдельное объявление в чате, оно будет не 14 февраля, а другая дата, следите за обновлениями в чате, точнее в канале телеграма. Да, и если да, вопросов больше нет, то спасибо всем большое, так, вопрос появился. Да, если вы все же сдаете независимый экзамен по анализу данных англоязычного на английском языке, то я тогда пришлю отдельную ссылку на курс подготовки на английском языке, и также продублирую ссылку на телеграм-канал, если вам понадобится для подключения консультации на английском. Да-да-да, хорошо, да, Полина, я тогда пришлю ссылку в наш телеграм-канал. Так, вроде, да, вопросов не осталось, спасибо большое всем за внимание и хорошего вечера. Спасибо, до свидания. До свидания. Мои. Продолжение следует...